Что делать человеку, который потерял веру и доверие к Богу? Как восстановить отношения с Богом? И можно ли заново возрастить в себе веру? Вот такие вот вопросы пишут, действительно. А другие читают. Как можно говорить человеку, которому не знаешь? Как можно дать совет человеку, почему он потерял веру? Почему он потерял? Это же очень важно. Он мне звонит буквально два дня назад. Потеряла веру. Была очень верующая. Я не узнал. Я знал, что была очень верующая. Но на арк, я говорю, что случилось? А вот я вижу, как люди очень много страдают. Даже Бог смотрит. И какой же тогда Он любовь. И так далее. Понимаете? Вот тогда можно о чем-то еще говорить. Когда совершенно ясно, по каким причинам человек теряет веру. И если он еще способен, то нужно ответить на те вопросы, которые смущают. Нужно быть очень конкретным. И не уплывая. Вот. Звучит это. Страдание. Давайте поговорим о страдании. Давайте поговорим о прямом страдании. Вот так. Бедствие опять. В общем, болезни. Вот. Это вот второй аргумент. Представляете, что я никого не вижу тех святых, о которых говорит христианство. Я отвечаю тоже. Я говорю, я тоже не вижу таких святых, о которых говорит христианство. Верка, не вижу. Ну, я вижу святость Евангелия. И мы будем... Давайте в этой Евангелии, если что, здесь плохо, давай разберемся. А если здесь хорошо, тогда уже видеть. Я говорю, ты же сама-то тоже не стала святой. Правда же? Ну, да. Вот я говорю, по этой причине и не видим святых.